11 марта в администрации района прошла сессия Совета народных депутатов, где был рассмотрен отчет главы района о социально-экономическом развитии муниципалитета в 2023 году. В работе сессии приняли участие руководитель администрации главы и кабинета министров Республики Адыгея Владимир Свеженец, заместитель председателя Госсовета Хасы Республики Мухаммед Ашев, председатель Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, депутаты Госсовета Хасы Республики Адыгея, прокурор района Алексей Зобнин, руководители федеральных региональных органов государственной власти Республики Адыгея, предприятий, организации, учреждений различных форм собственности, работники администрации района, главы поселений, представители общественных организаций, жители района. Перед присутствующими с отчетом выступил глава района, представив подробную информацию о проведенной работе. Нынешний год юбилейный для нашего района. В августе мы будем отмечать его знаменательные даты 90-летнего дня образования Ташкарского района. Все сегодняшние достижения и успехи – это труд многих поколений жителей района. Те, кто стоял у истоков и те, кто продолжает прикладывать максимум усилий для его развития и предсветания. За год восстановления Ташкарского района было сделано немало. Основным критерием работы всегда было и остается социально-экономическое развитие благополучия его жителей. Этому ориентируем мы продолжаем следовать и сегодня. Прежде чем перейти к отчету о проделанной работе в задах, хочу кратко остановиться на основных характеристиках нашего района. Ташкарского района является одним из динамично развивающих районов Республики Арктикия. Непосредственная бизнес с тремя районами Краснодарского края предотвеляет большие потенциальные возможности для его активного развития. Территория района составляет земли, входящие в него 90 поселений с общей численностью населения 30 153 человек. Аналогичный период прошлого года – 29 569 человек. Стоит отметить, что территория района населяет граждан 54 национальностей, которые в мире и согласии живут, работают, создают семьи, растят птеки и вместе пишут в свой район. Миграционный прирост по итогам года составил 263 человека. С начала прошлого года в район переехало 1116 человек, было бы 853. Основным социальным индикатором благополучия каждой территории, спорно являются демократические поражатели. В минувшем году в данной отрасли у нас наметилось существенное изменение. Одним из положительных показателей является повышение уровня продолжительности жизни. В минувшем году он составил 73 года и 6 месяцев, а аналогичный период прошлого года – 73 года и 3 месяца. Зачетный период в районе родилось 346 детей, а аналогичный период – 368. Смертность составила 325 человек, что на 98 человек меньше, чем в 2022 году. В 2021 году отделом органов ЗАГС регистрировано 72 брак и 140 разводов. А в 2022 году эти показатели составили 78-120 соответственно. Несмотря на ежегодную расчистку русел и перегибительную работу на различных участках, в минувшем году наш район трижды оказался в зоне подтопления. Первый удар в последних числах мая прошелся на уход с села Лорна и Кутер-Кармарина-Бедроицкий. В течение двух часов уровень выпавших осадков превысил в месячную норму. В зоне подтопления оказались 699 дворов и 59 домовознений по страданиям усадебных участков жителей. С первых минут ситуация в районе была взята под контролем главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Под его руководством был разъемлен конторативный штат по ликвидации последствий подтопления. В работе были привлечены десятки человек и 44 единицы техники для откачивания воды в створовую территорию. Была организован подвоз питьевой бутилированной воды, проведена дезинфекция колодцев, а также предприняты меры по оперативному ремонту дорог и коммуникации, показавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. На наиболее пострадавших участках работали специалисты службы спасения МЧС, сотрудники сельских администраций, неравнодушные жители района. По оказанию помощи пострадавшим от паводка были задействованы все представители исполнительной власти района. Неоснованную поддержку оказали также жители соседей муниципальных образований, за что выражаю иму искреннюю признательность. Третьего и пятого имени стихия вновь достигла те же населенные пункты. В результате выхода из берегов реки Неволька в зоне подтопления оказался также поселок Майский. В результате повторного паводка пострадали 103 подворья и 10 домовладений в хуторе Красном и поселке Майский. Ущерб нанесли в общей сложности 389 человек. По поручению главы региона из резервного фонда кабинета министра Республики АТГ были выделены денежные средства в сумме 27 миллионов 600 тысяч рублей для предоставления материальной помощи пострадавшим. В ходе работы комиссии по оценке ущерба непригодными для проживания были признаны 5 домовладений в Аулеход за село Угодное. Их владельцам были выплачены средства на приобретение нового жилья в общей сумме 6 миллионов рублей. Компенсации владельцев пострадавших огородами при домовом территории получили по 20 тысяч рублей, а хозяевам подтопленных домовладений вывучено по 50 тысяч рублей. На ликвитацию чрезвычайной ситуации из местного бюджета было выделено порядка 1 миллиона 500 тысяч рублей. Еще раз хочу выразить признательность всем, кто протянул науку помощи в свое сложное для нас время. Говоря о прошедшем 2023 году, нельзя не затронуть важную для всех нас тему специальной военной операции, ставшей основным вектором для принятия многих решений как в стране, так и на местах. На оказание социальной помощи и единовременно денежной выплаты участниками СОО и членами СИМИ было направлено 6 миллионов 301 тысяч рублей, в том числе из муниципального бюджета 3 миллиона 31 тысяч рублей. Эти средства пошли на ремонт кровли домовладений, замену окон и дверей, ремонт канализации, решение многих других бытовых вопросов. По решению главы Республики Оргея, дети участников СОО обеспечены бесплатным горячим питанием в общеобразовательных учреждениях. В данную категорию в нашу проверку попадает 70-го ребенка. Также от артической оплаты в детских садах освобождены 29 родителей. Леним оздоровительным отдыхом охвачены 30 детей. Единовременную выплату на газовикацию домовладений в размере 100 тысяч рублей получили 5 семей военнослужащих. Также на расчетный счет газораспределительной организации перечисленная сумма в размере 400 тысяч рублей на газовикацию 4 домовладений. По 1 миллиону рублей выплачено 4 миллиона больших бойцов. 16 раненых военнослужащих получили по 500 тысяч рублей. В 2020 году в единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей получили 52 ребенка из семей мобилизованных на общую сумму 1 миллион 40 тысяч рублей. При содействии предпринимательского сообщества был организован сбор гуманитарной помощи для участников СОО. Членов их семей были первыми на продуктовый набор 160 детям бойцов вручены на новогодние подарки. С начала специальной военной операции в районе возникло волонтерское движение, среди которого изготавливают и отправляют в фронт окопные встречи, маскировочные сети, сушеные овощи и другие необходимые на фронт и вещи. Инициированный президентом страны Государственный фонд «Защитник Отечества» стал еще одним действенным инструментом в решении различных вопросов участников специальной военной операции и членов их семьи. За 7 месяцев с момента основания фонда в районе у него обратилось только 4 человека. Одной из главных наших задач является повышение качества оказания социальных услуг. Общее количество жителей района, имеющих право на меры социальной поддержки, составило более 3000 человек. Одним из основных получателей указанных услуг являются наши уважаемые пенсионеры, численность которых на 1 млрд 2024 года составляет 7348 человек. Аналогично беру прошлого года – 7597 человек. За прошлый год пенсионные выплаты получены на общую сумму 1 млрд 454 млн 200 тыс. рублей. Средний размер пенсии в районе составил 16 942 рубля. При этом увеличилась доля выплат по линии фонда пенсионного и социального страхования за счет установления единого пособия на детей от рождения до 17 лет. За минувший год 1456 семьям, в которых насчитывалось за 3035 детей, было выплачено данное пособие на общую сумму более 300 млн. рублей. Пособие по временем и нетуспособности, по беременности и родам, единовременное пособие по рождению ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплачено на сумму 25 554 тыс. рублей. В целях реализации право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющих трех и более детей, районам сформировано 179 земельных участков, из которых предоставлено 155. В резерве имеется 22 земельных участков. Продолжается реализация муниципальной программы по социальной поддержке граждан, в рамках которой администрациями сельских поселений было выдано 68 детских наборов для новорожденных на сумму 234 тыс. рублей. Ежегодное вручение новогодних подарков малообеспеченной категории семей, а также детям с ограниченной возможностью их здоровья и многодетним семьям, также остается приоритетным направлением в деятельности районной администрации. В отчетных периодах предоставлены 932 таких подарков. Хочу выразить признатель всем неравнодушным жителям района, которые ежегодно дарят радость и желающих семей. Масштабную работу по предоставлению государственной социальной поддержки проводит Центр труда и социальной защиты населения. За отчетный период 5113 человек стали получательными пособиями на сумму 148 миллионов рублей. Представленное внимание уделялось дому немаловажному вопросу о социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов. В 2020 году такую помощь в районе получили около 909 человек, оказанных в 874 услуги, в том числе на дому. На протяжении трех лет активно развивается механизм предоставления социального контракта, цель которого – обеспечить гражданину или семье с низкими доходами стабильный источник заработка. На сегодняшний день размер субсидий на развитие собственного дела составляет 350 тысяч рублей. В прошлом году получателями контракта на сумму 13 миллионов 682 тысяч рублей стали 75 малопечных семей, что позволило им расширить личное пособное хозяйство и открыть собственное дело. Нельзя не отметить также важную систему оказания государственных муниципальных услуг жителям района через многофункциональный центр и его филиалы. МФЦ оказывает 123 услуги, из которых 80 услуг и федеральных органов исполнительной власти, 35 региональных, 12 муниципальных услуг. За прошлый год в МФЦ обратилось 20 тысяч 567 человек. Им оказано 26 тысяч 667 услуг. По состоянию на 1 января 2024 года администрация района предоставляет 43 муниципальные услуги, по которым оказано 2612 услуг. Немаловажное значение играет вопрос о занятости населения. На сегодняшний день ситуация на рынке труда в районе оценивается как стабильная. Уровень регистрируемой безработицы по итогам года составил на целых 60%. Численность безработных граждан, состоящих на учете, составляет 113 человек. На территории районов продолжается реализация муниципальных программ и социальная поддержка граждан, в рамках которых было временно достроено 118 граждан, без которых 115 – это несовершеннолетние. Выполнение функций местного самоуправления, поддержка экономической стабильности в районе, непрерывное социально-экономическое развитие района невозможно без наличия соответствующей финансовой базы, основу которой составляет доходы бюджета. Исполнение консолидированного бюджета за 2025 год характеризуется следующими основными итоговыми показателями. Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 1,255,100,000 рублей. Из общего объема доходов налоговые и неналоговые доходы составили 278 миллионов рублей, но составило 105,4% к годовому плану. Безвозмездное поступление – 977,100,000 рублей. Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов являются налоговые доходы физических лиц – это 70,500,000 рублей, или 25,4% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. Налоги на основу купленных – 57,800,000 рублей, или 2,8%. Арендная оплата за землю – 51,800,000 рублей, или 18,4%. Налог на имущество организации – 27,700,000 рублей, или 10,7%. Акцизы на горючий смазочный материал – 25,500,000 рублей, или 9,2%. Земельный налог – 18,300,000 рублей, или 6,6%. Расходы консультированного бюджета за 2023 год составили 1,229,500,000 рублей, из которых заработная оплата с отчислениями на нее – 681,100,000 рублей, или 55,4% от общей суммы расходов. Расходы по основным бюджетным сферам составили 734,800,000 рублей, в том числе в сфере образования – 636,4,000,000 рублей, в сфере культуры – 98,4,000,000 рублей. В 2023 году на реализацию муниципальных ведомств и комплексных программ было направлено 985,2,000,000 рублей, или 87,2% расходов бюджета района. По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 144,8,000,000 рублей, или 12,8% от общей суммы расходов бюджета. Повторяя дополнительной финансовой помощи из республиканского бюджета в объеме 70,000,000 рублей удалось обеспечить надвижающее завершение отчетного года. В 2020 году, как и ранее, приняты меры по исполнению указов президента Российской Федерации, касающихся уровня средней заработной платы. Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений в 2020 году составила 32,599 рублей, что на 3,693 рубля больше, чем в 2022 году. Заработная плата учителей составила 33,870 рубля, что на 2,156 рублей больше, чем в 2022 году. Заработная плата педагогов дополнительного образования для детей составила 37,850 рублей, что на 2,182 рубля больше, чем в 2022 году. Заработная плата работников учреждений в культуре составила 37,356 рублей, что на 2,008 рублей больше, чем в 2022 году. Целевые органики по уровню средней заработной платы отдельной категории работников в бюджетной сфере, установленные дорожными картами на 2020 год, исполнены на 100%. Стабильное экономическое развитие является залогом в решении социальных задач и улучшении качества жизни населения. По изучению источных темпов экономического роста существенный вклад вносит промышленные предприятия района. Объем отгруженной товарной продукции в целом по району в 2023 году составил 4,6 миллиарда рублей, темп роста 96,6%. В структуре отгруженных товаров более 53,3% приходится на долю перерабатывающего предприятия «Манрука». За прошлый год по предприятию удалось произвести и отгрузить около 35 тысяч тонн растительного масла на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Поставки качественной продукции предприятия осуществляют не только в различные регионы страны, но также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Еще одно масштабное предприятие района, обеспечивающее ежегодный прирост производственных показателей в сфере добычи природного газа, является «Мужгазганадж». За истекший год предприятие добыто 303 миллиона кубических метров на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Крупное предприятие обеспечивает рабочими местами более 600 человек, которые стабильно получают заработную плату и все социальные обработки. По крупным и средним предприятиям заработная плата работников за январь и декабрь 2023 года составила 43 458 рублей или 121,5%. Успех экономики района во многом зависит также от состояния и уровня развития малого и среднего бизнеса. В районе успешно работают 1014 судебников малого занимательства, в том числе 57 малых микропредприятий, 957 индивидуальных предпринимателей и главка ФАХА. Среднемесячная заработная плата работников малопредприятий за 2023 год составила 27 339 рублей или 126,90% по уровню прошлого года. Сфера бизнеса охватывает около 2600 человек, значительная часть которых работает в сфере потребительского рынка. 378 предпринимателей района занимаются грузоперевозками. Количество грузовых транспортных средств в районе насчитывает 1360 евроединиц. На территории района осуществляет деятельность более 260 торговых объектов с ежегодно растущим розничным товарооборотом. В 2021 году товарооборот превысил 1,8 млрд рублей. Много лет в районе функционируют федеральные торговые сети, пятерочка, магнит, магнит, косметик, седовые аптеки, аптеки, апель и здоровье. Для 2023 года в районе открылось 22 новых магазина, что является дополнительным фактором на пути развития предпринимательства. В виде налогов от предпринимательской деятельности бюджет района поступил 57 млн 800 тыс. рублей или 20,8% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений за так, что является внушительным услугом в экономику района. Торговые предприятия района обеспечивают жителей большим ассортиментом продовольствия и промышленных товаров. Вместе с тем, жители имеют возможность закупать продукты питания и на ярмарках. За ушедший год в районе было организовано 154 ярмарки, на которых жители имеют возможность приобрести товары по ценам ниже выночных. В 2021 году была продолжена работа по задействию развития малого и среднего предпринимательства в районе. И за отчетный период государственную поддержку в виде микрозаймов через Республикатский центр поддержки предпринимательства получили 17 судебных МСП на общую сумму 35 миллионов 800 тысяч рублей. В рамках организации имущественной поддержки 25 объектов из 38, включенных в перечень муниципального имущества, свободного отправки этих лиц, переданы в пользователь, внимательный и самозанятый гражданам. Облажнейшим инструментом расширения инвестиционного потенциала района, обеспечивающим конкурентное преимущество при увеличении инвесторов, является наличие инвестиционных площадок для обеспечения бизнеса. На территории района определены 16 свободных инвестиционных площадок, имеющих возможность подключения коммунальными сетями, готовых до предоставления профинциальным инвесторам. По итогам 2023 года, общий объем инвестиционных положений в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 567 миллионов 800 тысяч рублей за счет всех источников финансирования. Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в расчетке на одного жителя составил 8881 рублей. Аналогичный период прошлого года – 9005 рублей. С 2021 года Риктор Русланова Муркова реализует масштабный проект по строительству массово-иссерационного завода производительностью 500 тонн в сутки на земельном участке в общей площади 3,9 гектара в поселке Дружба. За этот период с начала его реализации проект вложено около 520,000 рублей. Агропромышленный комплекс является одной из базовых отраслей экономики района. Здесь занято 247 крестьянско-фермерских хозяйств и 7 сельхозпредприятий с общей численностью работников – 1602 человека. Среднимесячная зарплата в серии АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 2022 года увеличилась на 9,1% и составила 21,120 рублей. Земля с исходным значением в районе составляет 45,684 гектарей. Из них 35,118 гектаров – это башни. Валовый сбор за прошлый год составил Зерновые и зернобоговые культуры – 99,8 тысяч тонн. Масляничная культура – 21,6 тысяч тонн. Овощи – 285 тонн. Картофель – 111 тонн. Родовая культура – 96 тысяч тонн. Ягодная культура – 59,4 тонн. В минувшем году поголовье скота составило 34,836 голов, в том числе КРС ЕЛИ-1416 и МРС 25,420, что на 466 голов больше аналогичного периода прошлого года. Производство скота и птицы на лобои в живом весе за прошлый год у всех категорий хозяйств составило более 5,4 тысяч тонн или 101% аналогичного периода 2022 года. Производство яиц достигло 20 миллионов штук. В районе производства молока занимаются 17 семерских хозяйств. Валовый надой молока за 2020 год составил 3,930 тонн, что на 158 тонн больше показателя 2022 года. Величенными подсобными хозяйствами в 2020 году произведено 23,920 тонн молока. Из них на долю самозавтанных граждан приходится 920 тонн. В районе на протяжении последних лет успешно функционирует Кашхабрский сырзавод, который за 2023 год произвел 546 тонн адгейского сыра, ставшего своего рода визитной карточкой и брендом района в общероссийском рейтинге самых привлекательных товаров для туристов. Из года в год хозяйство нашего района принимает самое активное участие в программах по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм. Надо отметить, что наш район является лидером среди других районов республики по участию в указанных программах. За последние 10 лет 101 фермерское хозяйство получило поддержку на общую сумму 304,432,000 рублей. В том числе до 2023 года 11 христианских фермерских хозяйств получили гранты на общую сумму 50,253,000 рублей. 10 ТФХ получили гранты на поддержку начинающих фермеров по госпрограмме «Агростартап» в сумме 27,974,000 рублей. Одно КФХ на развитие семейной фермеры в сумме 22,279,000 рублей. Объем финансирования по всем видам субсидирования в Ташкарском районе за 2020 год составил 95,209,000 рублей. Ежегодно идет обновление парка, зерноуборочная и другой сельскохозяйственной техники. Всего в районе начнется 651 единица техники. В 2023 году фермерскими хозяйствами дополнительно проявлялся на сельскохозяйственной технике. В ноябре 2023 года в Республиканской филармонии состоялась торжественная честная оградка. В числе награжденных комбайнер ПФХ «Зехов» Андрей Семенченко, намалотивший рекордные для района 2506 тонн зерна. Ежегодно Кашкарский район принимает активное участие в фестивале в адыгской тыкве и адыгского хадюса. В 2023 году наши мастерицы заняли два призовых и два первых места в различных номинациях. Победой также ознаменовалось участие Кашкарского района в ежегодном дне адыгейского сыра на Адаховской поляне. На протяжении двух дней гости подворья поздравили с традиционными адыгстами угощениями, танцами, принимали участие в приготовлении национальных блюд из сыра, на что было израсходовано более 300 килограммов сыра, изготовлено 5 тысяч халюзуев. Своеобразной изюминкой нашего подворья стали гостевые домики в виде корзинок с адыгейским сыром, а также установлены неофициальные рекорды по изготовлению самого большого халюза, что было отмечено гостями и жюри фестиваля. Все это в совокупности позволило нам завоевать диплом и первое место в номинации «Лучшее подворье». Еще раз хочу поблагодарить всех, кто вносит огромный вклад в развитие и популяризацию сельского хозяйства. Благодаря вашему труду и хозяйственному отношению к земле успешно развивается сельскохозяйственная отрасль в нашем районе. Развитие района невозможно рассматривать без формирования современной инфраструктуры. В 2020 году была продолжена работа по реализации программы социальной газификации, которая дает возможность бесплатно продвести газ до границ домовладения. А льготная категория граждан могут получить субсидии для установки газового оборудования в своем жиле. Была проведена инвентаризация домовладений, в которых отсутствует газ. В результате этой работы выявлено 472 домовладения. Газ до границ земельного участка подведен 408 домов. Подключены газоснабжение 73 доми и 15% от общего числа. В районе в отчетном году введено эксплуатацию 69 жилых домов общей площади 9132 квадратных метров. В рамках реализации мероприятий по приседению гражданин из-за военного жилищного фонда удалось расселить 4 квартиры общей площади 140 квадратных метров, на что было выделено 5 млн 904 тыс. рублей. В рамках госпрограммы обеспечения доступными комфортным жильем и коммунальными услугами в 2020 году жилищными сертификатами на приобретение строительства жилого помещения обеспечено 14 молодых семей, аналогичный период прошлого года 5 дней. Размер социального выплата составил 20 млн 860 тыс. рублей. Общая площадь приобретенного жилья составила 1404 квадратных метров. По программе комплексного развития сельских территорий в 2023 году с жилищными сертификатами на приобретение строительства жилого помещения обеспечено 3 молодых специалистов. Размер социального выплата составил 6 млн 2301 тыс. рублей. Общая площадь приобретенного жилья составила 400 квадратных метров. В рамках государственной программы по обеспечению детей силой и детей, оставшихся без подключения родителей, в жилом помещении приобретено 2 жилья стоимостью 3 млн 871 тыс. рублей. Немаловажное значение для района имеет состояние дорог общего пользования. Их протяженность в районе составляет 177 км, а также дорогами местного значения протяженностью 42 км, в том числе с твердым покрытием 130 км. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершена работа по ремонту участка автомобильной дороги протяженностью 4,80 км. В ходе реализации программы комплексного развития сельских территорий в 2021 году построено более 7 км дорог на общую сумму 147 млн 200 тыс. рублей. Это в частности реконструкция подъездной дороги к амбулатории в поселке Майске на сумму 51 млн 820 тыс. Реконструкция подъездной дороги Дома культуры «Силовольная» на сумму 38 млн 137 тыс. рублей. Реконструкция подъездной дороги Дома культуры «Хутора Шелковникова» на сумму 14 млн 241 тыс. рублей. Реконструкция автомобильной дороги ведущих в школе Дома культуры спортивного залу «Паулий-Брухай» на сумму 43 млн. рублей. Успешная реализация программы комплексного развития сельских территорий позволила нам завоевать серебряную медаль и диплом 25-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2023» за подписью министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Батушева. Достижение всех этих результатов невозможно без поддержки жителей, благодаря которым наш район становится благополучным и комфортным для проживания. По итогам американского конкурса проекта по инициативному бюджетированию, координатором которого является Министерство финансово-республика ТГИ, из 9 сельских поселений района, участвовавших в нем, 8 стали победителями и получили 18 млн 20 тыс. рублей на благоустройство объектов общественной инфраструктуры. Эти средства были направлены на благоустройство парковой зоны Алопич-Инсин, строительство тротуара и уличного освещения по улице Чапаила «Свободная», ремонт пешеходного массажа через реку Фарс в Митерском сельском поселении, озеленение и оснащение территории парковой зоны по улице Шовгенова в ауле Егурыхай, по улучшению общественной территории по улице Ленина, хутора Игнатерска, по улучшению социальной инфраструктуры в ауле Пашкатаха, по улучшению общественной территории поселка Майский, по улучшению территории парковой зоны, прилегающей к зданиям сельского домокультуры Савана-Терпова. Кашкатский район традиционно активно участвует в реализации ряда национальных проектов. В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» реализованы мероприятия по полустройству проезда к воровым территориям на деквартирных жилых домах Аули Кашхабли и посылки Майские на общую сумму 5 млн 611 тысяч рублей. В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» осуществлен капитальный ремонт дамбы левого берега Телабаб, Аулия и Гурыхань на сумму 12 млн 757 тысяч рублей. В 2021 году, благодаря организации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, проведена работа на общую сумму 4 млн 72 тысяч рублей. Капитально отремонтирована крыша и внутридомовая инженерная система под отведение поселка Дружба по улице Шоссе на 21 и 25. Осуществлен капитальный ремонт фасадной части дома по улице Кашхабли по улице Жариного 6, а также капитальный ремонт крыши и ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения посылки Майские по улицам Филатова 1 и Заводская 19. Немаловажный социальный блок – это сфера образования, культура спорта и здравоохранения. Минувший год прошел под знаком года педагоги и наставника. Это обусловлено высокой социальной значимости профессии учителя. Для учителей нашего района этот год ознаменовался новыми успехами и достижениями. Свою деятельность на территории района осуществляет 28 учреждений образования, 13 детских садов, 13 школ, 2 учреждения дополнительного образования, которые посвящают 6026 воспитанников, из которых 3530 – это учащихся школ. Педагогическую деятельность осуществляет 360 работников. На сегодняшний день система образования испытывает нехватку в пяти учителях математики, в трех учителях русского языка, в четырех учителях физики и химии. 10 кадров в районе решается путем привлечения педагогов из соседних районов. Ведется активная работа по привлечению специалистов для работы в сельской местности. В педагогических вузах из нашего района обучается более 30 студентов, которые могут закрыть проблему нехватки кадров. С ними ведется объяснительная работа. Одним из ключевых инструментов управления качественным образованием является обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме АГЭ и ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования делила участие 311 выпускников, с которых 306 получили аттестаты в основном общем образовании. Из них 20 аттестатов с отличием. Неудовлетворительные результаты по трех и более предметов имеет пять учеников. В едином государственном экзамене принял участие 21 ученик. Аттестат особого образца и металл за особые успехи в учении получили 12 выпускников. Четыре выпускника не смогли получить аттестат по среднему общему образованию. Высокым результатом при сдаче ИГЭ по русскому языку 100 баллов порадовала нас Юлия Масил, выпускница Вольнской школы номер 9. Такой высокий балл это совместный результат профессионализма учителя Натальи Николаевны на сговоре Горианской и упорство самой Юлии. В различных конкурсах профессионального мастерства приняло участие 32 педагога. Из них победителем и дюйзерами регионального и федерального уровня стали 10. Хочу от всей души поблагодарить всех педагогов районов за достойный результат, достигнутый в профессиональной сфере в 2023 году. В отчетном году на укрепление материальной и технической базы выделено 6 млн 345 тыс. рублей. Подготовлены проекты по капитальному ремонту всех школ районов на общую сумму 1 млрд 156 млн. рублей и строительство нового детского сада по улице Шкафы на сумму 300 млн. рублей. Напроектированы данные объекты, направленные в прошлом году около 4 млн. рублей. 12 школ районов функционируют в центре точки роста, созданные в рамках проекта «Современная школа», на базе которых обучаются 2280 учащихся 5-11 классов. В образовательных учреждениях районов созданы условия для выявления и развития отдаленных детей. 57 учащихся школ приняли участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. 15 из них стали как педагогами и призерами. В общеобразовательных учреждениях бесплатным горячим питанием было охвачено 2152 детей, из которых 810 детей за счет следствия муниципального бюджета на общую сумму 7 млн. 687 тыс. рублей. В летних оздоровительных лагерях на территории Республики Адеге отдохнуло 810 детей. В минувшем году мы продолжили традиционное вручение стипендий имени Димбота Кирашева. В этот раз ей удостоены 38 наших студентов-отличников. 15 учащихся и студентов из нашего района приняли участие в ежегодном съете талантливой молодежи «ФИШКО», достойный представленный муниципалитет в сознащенном мероприятии. В дошкольных образовательных учреждениях района работают 355 сотрудников. Из них педагогическую деятельность осуществляет 138 человек. Услугами дошкольного образования охвачено 1296 детей. Очередность в детских садах отсутствует. Средняя наполняемость групп составляет 20 человек. В отчетном переводе в год на питание и следствие муниципального бюджета получило 404 ребенка на общую сумму 2 394 000 рублей. Значенным событием в сфере дошкольного образования стала победа воспитателя детского сада номер 1 АО Кашхабы Фатимеца Фадбьевны Живозуковой в региональном конкурсе профессионального мастерства, что дало ей право стать призерами ФО, номинации лучшего спектакля, реализующие основные образовательные программы на родном языке. Программами дополнительного образования в будущем году было охвачено 4040 детей, являющихся членами различных общественных организаций, принимающих активное участие в накодительственных акциях и приоритетах районного, регионального и всероссийского уровня. Более углубленные и современные знания и умения по разным направлениям для дальнейшего времени школьники района смогут получить на базе фонториума, строящихся при финансовой поддержке фирмы «Южгаз-энердж». Стоимость объекта составляет 193 миллиона рублей. Развитию и популяризацию спорта, здорового образа жизни сегодня уделяется немало внимания. Это стало возможным в том числе благодаря значительному улучшению инфраструктуры спортивных сооружений в районе, насчитывающих 112 объектов. Это плоскостное спортивное сооружение, физкультура, оздоровительные комплексы и другие виды спортивных объектов. В районе функционирует 99 секций по 11 битвам спорта, в которых задействовано 62 округа. Единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 1511 человек. Численность, занимающихся физической культурой и спортом в нашем районе ежегодно увеличивается. В минувшем году эта цифра достигла 15 510 человек, с которых 1240 человек, воспитанный к адресской юношной спортивной школы. Хочется отметить достижение наших спортсменов за минувший год. Радостным событием стало признание заслуг нашего тяжелоатлета Аслана Бзасержева и приглашение его в сборную России по тяжелой атлетике. Также членом сборной России по настольному тренесу стала юная Дарья Кузнецова и Солобольная. Одним из значимых событий в спортивной жизни района стало призовое место Руслана Барокова в Кубке Мира по Тайфандо. Во всероссийском соревновании КПП «Самбо» на призы Мурата Хасадова победителем изовой категории 88 кг стал наш Рамазан Кашоков. Не могу не отметить достойное участие наших юных футболистов в районах во всероссийском турнире «Кожаный мяч» в прошедшем минувшем году в городе Волжске во Левранской области, где наши ребята заняли почетное второе место. Во втором этапе общероссийского проекта мини-футбол-школу воспитанника «Шказовская дюйсша» в двух возрастных категориях заняли первое место. В отчетном году воспитанники секции «Дой футбола» по инициативе заместителя Госсовета Хасадова и Республики Орбеком Великобритании Жашево получили новые комплекты кимоно и футболе мячи для занятий, что стало настоящим подарком для ребят и их тренеров. В рамках реализации мероприятий по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Котов к труду и обороне» в нашем районе на постоянной основе работает Центр тестирования ГТО. В тестировании прошли 10216 жителей района. Регистрацию в системе ГТО 9238 человек. Не менее важной составляющей социального блока является развитие культуры, направленное на сохранение и развитие духовного и творческого потенциала граждан, создание условий для улучшения доступности населения культурным ценностям и информациям. Сфера культуры объединяет 31 учреждения, 16 культурно-досудовых учреждений, 15 для тех с общей численностью работников 141 человек. В 2021 году в районе функционировало 158 клубных формирований, в которых задействовано 2677 участников. Координатор 3692 культурно-массовые мероприятия. Коллективы и отдельные исполнители района приняли участие в 80 фестивалях и конкурсах различного формата, по итогам которых наши участники стали лауреатами и обладателями 84-х типомов в разной степени. Победителем международного конкурса «Созветие дружбы в городе Нальчу» стал детский хореографический ассабль «Саруч», а его руководитель, заслуженный артист Республики ГТГ, Махмуд Альбердов, стал лауреатом международного конкурса в месяц года в 2023. Номинации «Народные инструменты юные мастерковские лошадьев» стали победителями Всероссийского фестиваля конкурса национального родостояния «Золотая Грация» в городе Санкт-Петербург. Выпускница образцового театра юного зрителя «Комсид» Милана Гумова стала победителем международного фестиваля конкурса «Звездочки Адгея» в городе Майкоп. Сам театр юного зрителя «Комсид» и его руководитель Белоновикова стали победителями открытого межрегионального фестиваля конкурса «Театральный сатирический миниатюк в городе Железноводске». За последние пять лет в районе из 17 домов культуры отремонтировано пять и построено два, на что было направлено 197 миллионов 100 тысяч рублей. Остальные учреждения планируются отремонтировать до 2030 года. Для этих целей изготовлена проектно-смертная документация по капитальному ремонту объектов на общую сумму 587 миллионов 400 тысяч рублей. В 2020 году новый дом культуры в поселке Майский, построенный в рамках программы комплексного развития сельских территорий, посетили первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и глава республики Адгея Урад Кумилов. Учреждению культуры и его творческому коллективу была дана достойная оценка. Оксана Ниталовна была отмечена, что успешная реализация госпрограмм и нацпроектов на территории района является показателем для региона, и дальнейшее его участие в программах будет находиться под ее личным контролем. Масштабным событием также стал капитальный ремонт сельского дома культуры по уехать вези в рамках национального проекта культура на сумму 19 миллионов 187 тысяч рублей. Для развития и укрепления материально-технической базы домов культуры из муниципального бюджета выделили средства в размере 726 тысяч рублей. Культурное воспитание граждан и разрывно связанное с игровым наследием юридических писателей и поэтов. В рамках реализации мероприятий программы культуры по созданию модельных муниципальных библиотеки Ходзинская сельская библиотека была модернизирована и получила статус библиотеки нового поколения. На эти цели было выделено 5 миллионов рублей. По батареи реализации трассных программ в последние годы нам удается создавать на территории современные объекты, нацелены на полноценное и индивидуальное развитие детей. В следующем современном тенденции кататетика библиотечной системы переводится в электронный каталог. Всего переведено 22 450 экземпляров книг. В торжественной обстановке в кругу друзей и преданных читателей был отпразднован 70-летний юбилей детской модели библиотеки, которая сегодня пользуется большим читателем. Необходимо отметить, что в нашем районе одними из первых республикей был установлен книга-адменик, завоевавши большую популярность для читателей разных возрастов. Здравоохранение является наиболее важной социальной отраслью. Несмотря на то, что сегодня медицина – это зона ответственности региональной власти, администрация района не снимает в себя ответственности за организацию обслуживания населения и качество предоставляемых услуг. Вопросы сохранения здоровья населения, повышения качества и доступности медицинской помощи решается совместно с руководством Кашхабской центральной районной полиции. Лечебная сеть учреждений и здравоохранения района – это центральная районная полиция и поликлиника. 7 врачебных амбулаторий, 11 фабов, круглосуточно-стационарно-70 лечебных коек, 1 мобильный фаб для проведения терапевтических и педиатрических приемов. В системе здравоохранения трудится 297 человек, в том числе 39 врачей, 133 средних медицинских работников, 122 прочего персонала. По итогам 2023 года средняя зарплата в этой сфере выросла и составила у врачей 62 469 рубля, у среднего медицинского персонала 30 836 рублей. Несмотря на ежегодный рост уровня средней заработной платы в сфере здравоохранения, комплектованность с кадрами недостаточная. Имеется острая нехватка таких специалистов, как отделок, офтальмолог, онколог, тормотолог и многих других. В последнее время вопрос обновления кадрового состава, а также нехватка специалистов в районе стоит довольно остро. Целенаправленная работа по привлечению молодых кадров ведется уже давно, но возвращаться в селом молодежи не спешит. В медицинских вузах обучающихся 48 наших студентов. Их возвращение в медицинское учреждение района могло бы значительно снизить дефицит врачей. С целью привлечения медицинских работников в сферу здравоохранения в районе на протяжении двух лет функционирует муниципальная программа поддержки медицинских работников, врачей, муниципального образования Кашхабовского района. В рамках которой приобретено жилье двум врачам на общую сумму 2 миллиона 860 тысяч рублей. В том числе предоставлено оно жилье в 2020 году. Поступительно решается кадровая проблема. По итогам 2023 года два врача Кашхабовской ЦРБ получили государственную поддержку по программе «Земский доктор» и один фельдшер по программе «Земский фельдшер». Благодаря реализации у нас проекта здравоохранения в последние годы улучшилась материальная база лечебно-диагностического оборудования в районе. В целях создания оптимальной инфраструктуры медицинской организации завершено строительство врачебной амбулатории поселка «Дружба» на сумму 25 миллионов рублей. В ее торжественном открытии приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава региона Мурашко и членов Кабинета Министерства Республики Ангелия. Медицинское учреждение будет обслуживать жителей сразу шести населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения. В нем созданы все условия для работы врачей, кривого пациента. Докуплено и установлено необходимое медицинское оборудование. Хочется надеяться, что все проводимые в сфере здравоохранения реформы будут способствовать повышению качества и доступности медицинских услуг для нашего населения. Работа по преодолению антиобщественных проявлений основана на взаимодействии с органами местного самоправления, с работниками правоохранительных органов. С 12 месяцев 2021 года отделом МВД России по Кашкаржевской области зарегистрировано 233 преступления. Аналогичный период прошлого года 175. Общая раскрываемость преступлений составила по итогам года 91%. Аналогичный период 59. В сейшем году выявлено 3 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Аналогичный период прошлого года – 4. На территории района выявлено 3 накопреступления. Аналогичный период прошлого года – 10 фактов. За 2023 год снизилось число преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения с 37 до 26 или минус 29,8%. Обстановка на дорогах района также продолжает оставаться напряженной. В минувшем году зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, аналогичный период прошлого года 24, при котором 5 человек погибло, аналогичный период прошлого года 7, 22 получили телесные повреждения, аналогичный период прошлого года 32. Благодаря росту общественного доверия, сегодня некоммерческие организации являются важнейшими участниками общественных отношений, а их проблемы и вопросы развития стали значимой частью по весь день орденов муниципальной власти. На территории района зарегистрировано 10 социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым в 2021 году была оказана финансовая помощь в сумме 826 тысяч рублей на развитие гражданского общества и реализацию социально значимых задач. В рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности с участием Союза Женщин Кашкарда Спарайвана было организовано торжественное и честное народного артиста Российской Федерации Заволюбия Капутовича Зехова и его супруги, заслуженные артисты Российской Федерации Медочек Заволокамбина по случаю 50-летия своей жизни. Победительным республиканским конкурсом стало общественное движение НГКС и Черкесский парламент, получившее грант в размере 451 тысячи рублей на реализацию проекта «Река Лоба. Река Дружба». В целях эффективного исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоправления, очень важно встречаться с жителями, вести с ними открытый диалог и участие старшего поколения, депутатского корпуса, сельских поселений, молодежи. В районах продолжаются традиционные сходы граждан. Они проходят в каждом сельском поселении и дают возможность жителям населенных пунктов напрямую задать все волнующие их вопросы и высказать свои предложения. Одним из наиболее волнующих вопросов в нашу году стал вопрос дезиндзорности бродящих животных. Для решения данного вопроса был заключен контракт со специализированной организацией на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. В целях поэтапного решения проблем подрядной организации планомерно проводится отлов, вакцинация, стерилизация и чекирование бездомных собак. Работа будет продолжена и в этом году. Личное взаимодействие с жителями особенно важно для выявления наиболее актуальных проблем и дает возможность оперативно помочь людям в различных ситуациях. В 2023 году проведено 48 приемов. Принято 183 человека. Поступило 75 письменных обращений, которые также не остались без внимания. Путь постоянной на связи с жителями района, оперативно реагировать на их просьбы и предложения, нам помогает наш телеграм-канал, а также личная страница в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассники. Достоверная информация о деятельности администрации района также регулярно освещается на официальном сайте муниципалитета. Через социальные сети в наш адрес поступило 59 обращений, которые были рассмотрены в корчайшие сроки. Средства массовой информации района представлены газетой «Кашкар-Бриски» и муниципальным телевидением. Которые на регулярной основе знакомят жителей с основными событиями, происходящими как в районе, так и в республике. На страницах газеты также публикуются основные документы, относящиеся к деятельности органов местного самоуправления. Многие проблемные вопросы решаются в тесном взаимодействии с Центром управления регионом. В районе создано 50 госпабликов подвесных учреждений, которые также помогают нам устраивать консульсный диалог с населением. Не могу не отметить, что по итогам ежегодного конкурса, проводимого от СОР Адыгеи, в прошлом году госпаблик нашего района в социальной сети «Контакте» был признан лучшим. Постараемся не снижать план и работать в его заданном направлении. С 2020 года в Республике Адыгея начата работа по исполнению показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительного власти в рамках указа Президента Российской Федерации. Ежегодной Республике определяется 17-5 показателей под акмистером экономика, демография, образование, культура, спорт, строительство, по результатам исполнения которых оценивалась эффективность региональных органов власти. По итогам 2023 года наш район достиг 100% исполнения по 15 и 17 показателей. Некоторые показатели исполнены с приростом. Не исполняются два показателя. Это обучающиеся в 5-9 классах в возрасте 15 и 21 лет. Показатель физически не может быть исполнен, так как в категории обучающихся в 5-9 классах в возрасте 15 и 21 лет при плановом показателе 371 человек, фактически составляя 301 человек, обучающихся и проживающих в районе. Число работников юридических лиц, средне-малые и микропредприятия. По итогам формирования окончательных годовых отчетов по средней списочной численности работников данный показатель будет исполнено. Работа по исполнению показателей будет продолжена и в текущем году. Уважаемые ребята, в конце года я в составе делегации Республики Адругея принимал участие в открытии экспозиции Республики Адругея до Мехавлова и Москва. Я горжусь тем, что нам удалось продемонстрировать свои успехи в различных отраслях экономики, культуры, спорта, сельского хозяйства и других сферах. Наш регион всегда будет отличаться от своего китинщинства. Мы рады, что жители нашей огромной страны получили возможность ознакомиться с каждым регионом, в частности с нашей прекрасной Адругеей. В завершении своего доклада хочу напомнить. 15-18 марта нынешнего года нас ожидает главное политическое событие в жизни страны. Это выборы президента Российской Федерации. Призываю всех проявить свою гражданскую позицию и прийти на выборы. Никто не должен остаться в стороне. Подводя итоги 2023 года, хочется сказать, к сегодняшнему дню мы подошли с достойными результатами. Поблагодаря колоссальной поддержке регионального центра, нам удалось добиться ощутимых перемен практически во всех сферах, в частности, деятельности района. Но перед нами стоят новые важные задачи. Полагаю, что 2024 год будет не менее насыщенным, чем ушедший, и потребует еще более тесного взаимодействия и совместных усилий во время благополучия жителей Кашкарского района. Хочу выразить благодарность к Великобритании, к Криве, к Криве, к Криве, к Криве, к Криве, к Депутатам Госсовета Хасы, к Главам сельских поселений, к Депутатскому корпусу района за содействие и поддержку решения различных насущных вопросов социально-экономического развития. Спасибо нашим ветеранам за их мудрость и активную жизненную позицию. Благодарю свою команду, сотрудников сельских организаций, общественных организаций и, конечно же, всех жителей района за сваженную работу. Выражаю также благодарность руководительным коллективам учреждений и организаций за эффективное взаимодействие и конструктивную работу. Мы будем продолжать путь развития района, реализуя общественные инициативы, улучшая условия жизни граждан и решая новые задачи. Депутаты утвердили отчет, признав работу главы района и администрации в целом удовлетворительной. После этого руководитель администрации и кабинета министра в Республике Адыгея Владимир Свеженец выступил перед присутствующими и поприветствовал их от имени главы республики. Он подчеркнул позитивные тенденции роста в определенных областях в районе и довел до сведения присутствующих требования главы республики, над которыми нужно продолжать трудиться. Хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, которые по поручению главы республики я хотел бы сегодня донести вам и конечно же в рамках задач на 2024 год, чтобы ваш актив взял себя в работу. В целом мы поддерживаем оценку, которую дали депутаты в работе всей команды главы. Оценка была признана единогласным удовлетворительным. Это говорит о том, что большой объем работы у вас проведен по итогам 2023 года. Сегодня практически все, назовем так, меры поддержки, которые мы предоставляем нашим многодетным силам, они у вас постребованы и работают. Здесь бы, конечно, еще раз хотелось сказать, что акцент и глава всегда в своем выступлении говорит, что с учетом начала СВО особое внимание нужно сегодня предоставлять всем семьям. СВО большой пакет поддержки разработан на уровне республики, на уровне муниципальных образований. И все это нужно сегодня максимально консолидировать. И, конечно, поддержка многодетных семей по тем выплатам, по тем пособиям, которые сегодня они проводят. Это очень важно. У вас более благополучная ситуация по демографии. У вас и по приросту, естественно, приросту населения, по смертности у вас она снизилась незначительно, но снижение по продолжительности жизни. У вас нормальный уровень идет. Вы опережающими темпами федеральные КПА превышаете, поэтому это говорит о многом. Владимир Свеженец дал высокую оценку району за активное участие в реализации национальных проектов. Он рекомендовал продолжить эту успешную работу и в дальнейшем сохранять такой же высокий уровень вовлеченности. Отдельно хотел бы вас похвалить по такой программе, как комплексное развитие сельских территорий. Вы 147 миллионов только на дороге направили по этой программе. Кстати, вы одни и, наверное, единственные среди муниципальных образований, кто 10 миллионов получил на закупку домовладелья для специалиста русских специальностей на аграрии. Это ветеринары, это зоотехники, это те специальности, которые сегодня тоже являются, к сожалению, дефицитными. Но я вам искренне желаю, чтобы вы так же наступаете на работу. У вас совершенно по-другому преобразились все населенные пункты. Это, конечно же, заслуга главы республики за ту поддержку, которую он оказывает каждое муниципальное образование. Это заслуга всей команды района во главе с главой района, который работает на подготовке проектно-смертной документации и закладывает свое софинансирование. А это значит бюджет. На этом работа сессии была завершена.